блин капец пытаюсь найти где поменять деньги все закрыто 6 утра в китае шанхай негде менять деньги капец ух ты, я не байк hi, where's the money exchange? this way go straight, the other counter A ok perfect капец мне пришлось идти через весь аэропорт в его угол чтобы найти один обменник который сейчас открыт пол седьмого утра без денег в метро не попасть нужен кэш yeah perfect thank you thank you so much here line 2 here line 2 line 2 thank you thank you line 2 ok все заходим в метро так qr-код let's go все прошли так нам нужно на lane 2 вот она lane 2 двигаемся дальше так походу нам сюда и нам надо доехать до people square отлично отлично так мы уже в центре сейчас выберем место куда нам дальше двигать о подробная карта excuse me сейчас так используя приложение offline maps мы можем приблизительно прикинуть где находится отель так сейчас вот река заворачивается так вот он вот этот квадрат вот Субтитры сделал DimaTorzok Короче, без сим-карты тут делать нечего Нужна сим-карта Тут везде, конечно, камера натыкана Такое ощущение, что за тобой следят просто перед каждым углом Так же, как в Москве Посмотрите, вот здесь сверху Потом на выходе еще две камеры Еще две камеры Капец, одни камеры везде И все еще и на китайском Окей Старбакс Ну вот мы Ух ты, класс вообще Ребята, посмотрите, какая красота вообще Топ Просто Таксиху надо вызвать Таксиха Сейчас остановил таксиста Говорю, мне нужно в отель вот этот Он посмотрел по карте и сказал Что-то Я такой, вообще что ли, что думаешь Что там за дом привидений что ли Или мертвая какая-то Зона Непонятно, почему отказался Но интересно Гуляем, в общем Гуляем и наслаждаемся этим прекрасным городом Шанхаем Ищем где купить симку Класс Посмотрите, как чисто На улице просто колоссальный порядок Просто чисто Энергия сумасшедшая здесь Очень нравится Круто очень Мопеды, мопеды, мопеды Шмотки, шмотки, шмотки Мопеды, мопеды, мопед Здесь очень развитые электромопеды Поэтому, когда они едут Мы вообще просто не слышим никакого звука Исходящего из них Так А это, по-моему, автобусы По-моему, это он Сейчас будем заходить Я в 3.00 п.м. Но я могу оставить Многое вещество что-то рассматривает мой паспорт наверное ищет интересные штуки если вы хотите купить виза? это? 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 Смотрите, обслуживающий персонал. Далее отдельно зубную щетку, две штуки, на каждый день палочки. Ой, слава богу, я хотя бы сейчас заселюсь. О, спасибо, спасибо. Все, отлично. Сейчас я сделаю тебе кофе. Я сделаю тебе кофе. Спасибо, спасибо. Спасибо. Английский в отелях не знают, зато кофе дают бесплатно. Это уже неплохо. В общем, с горем пополам добрались до отеля. Но этот trip, этот adventure я обожаю вот так вот путешествовать, когда тебе нужно какой-то прям квест пройти и просто офигевать от страны, насколько она вообще приспособлена к иностранцам. Ну, я думаю, что Китай вообще не приспособлен, потому что у них ни интернета, вообще ни хрена нету. Почему здесь цифра 8 перед каждым этой, если у меня 606 написано? Блин, сейчас бы не зайти в чужой номер. Есть, открылось, слава богу, блядь. Посплю хоть час чуть-чуть. Огонь. Все, супер. Все, это уже неплохо. Так, вид из окна. Сейчас посмотрим, какой будет. Какая кошка маленькая. Добро пожаловать в Шанхай. Все, ребятки, я пришел в себя и готов выдвигаться в город. Сейчас посмотрим, что из себя представляет Шанхай, что за люди здесь живут. Но у меня уже есть предположение о том, кто такие китайцы, как они относятся к своей стране и что из себя представляет China. Итак, я наконец-то на улице. Очень красиво. Смотрите, все на максималках просто. Они реально крутые. Вот. Сейчас выдвигаемся искать метро. Это наш первый квест. И будем добираться до центра, чтобы посмотреть все самые красивые достопримечательности. Еще хочу обратить внимание, что в Шанхае живут очень крутые модники. Китайцы, которые любят круто одеваться. И они любят это тоже смотреть у других людей. Сейчас посмотрим. Я оделся вот такие вот себе беговые бутсы, скажем так. И как бы сейчас посмотрим, кто на кого будет чаще смотреть. Вроде ничего так стильненько. Вот. Так что посмотрим, какие сегодня будут у нас предметы стиля и моды. Велики везде. Не знаю, даже можно их ориентануть или нельзя. Но посмотрим чуть попозже. Я буду потихонечку во всем разбираться. Это тоже электровеники, которые можно, наверное, ориентануть. Короче, в Китае здесь, особенно в Шанхае, все электрическое. Практически все мопеды электрические. Вот. Вряд ли мы когда-нибудь найдем газовый. Послушайте. Сейчас будет проезжать. Электро, электро, электро. Все электрические практически. Электро, электро. И посмотрите, какая просто тут история по наблюдению. Камеры просто по восемь штук во все стороны. Я не думаю, что здесь просто можно как-то дворами уйти от полиции или от кого-то еще, если вас решат найти или поймать. Ну, как говорится, не центр, поэтому какой-то мусор залетел. Не будем на это обращать внимание. Давайте по факту уже посмотрим, насколько чистый Китай. Но у меня полное, действительно, ощущение, что я нахожусь в Москве как будто. Потому что Москва тоже максимально чистая, насколько она может быть. Чувствуется вот этот город. Огромный город и в государстве, которое имеет огромную историю и великую историю. Вот. С Америкой, конечно, не сравнить. Но как бы в хорошем смысле, что... Представляете, какая у Китая, у России история. Вот. Теперь мы еще и теперь посмотрим, насколько здесь открыты или закрыты люди. Что, скорее всего, я думаю, закрыты. О! Лайн 15. Оказывается, метро вообще около меня находится. Очень прикольно. Все. Буквально две минуты я в метро. Сейчас сообразим. У меня есть карта. И мы посмотрим, куда нам надо ехать, чтобы быстрее попасть в центр. Метро тут есть небольшие спектры. Смотрите, стильненько получилось. Просто стильно. Стили по стене алыки. И вот так вот, как будто, как будто, не уезжаешь к Петро будущему. По поводу, кстати, покупки билетов. Здесь система настроена так, что вы должны сказать, сколько станций вы будете проезжать. И вы платите вот за количество станций. Это одна иена. Ну, одна иена, это, я не знаю, там, что-то типа 90-80 центов. Или, ну, давайте скажем, что это 10-15 рублей. Вот такой расклад. Смотрите, какое метро прикольное. Сказка для детей китайских. Прикольно вообще. Так, наверное, мне туда идти. Очень длинные переходы здесь между станциями. Я уже иду минут 7, чтобы попасть на красное видео, чтобы потом уехать на People Square. Это там, где у них центр, где вот эта прогулочная зона известная. Ну, и сами небоскребы. Просто заблудиться тут изи просто. Вообще потеряться в этом муравейнике очень-очень легко. Ну, вот вы в центре города. Сразу видно. Достаточно видно. Хочу отметить, что некоторые китайцы здесь какие-то очень хаотичные. Они, перед тем, как люди выходят из метро, они пытаются пройти вперед, не пропуская тех, кто хочет выйти. Что создает не очень хорошее впечатление. Ну, и вообще неуклюжесть присутствует в китайцах. Но не во всех. Так, нам нужно тупо выйти на улицу. Так, People's Park. Наверное, вот сюда пойдем. Здесь интересные какие-то плакаты тут висят. О, сразу попадаем, походу, в торговый центр. Балгари здесь везде. Кстати, для справки, в Шанхай самый дорогой отель как раз построил Балгари. Производитель ювелирки. Вот. И надеюсь, мы его найдем. Я точно не помню, как он выглядит. Но попробуем его потом в интернете найти и найти его вживую. Так, сейчас наша задача отсюда выйти. На улице. А, вот. Надеюсь, меня карточка. Я правильно купил билет. Надеюсь, она меня выпустит. Так, сюда. О, сразу движуха такая. Сейчас выйдем тут где-то цветы у них. Так. Кушай. Yes. Вышел. Значит, я в прошлый раз купил правильный билет. Заплатил всего 4 йены, чтобы проехать, по-моему, 12 станций. Значит, 1 йена это не станция, а просто какой-то, как-то они считают этот пресс, но это все равно копейки. Сразу попадаем в какой-то маркет. Что это за шары тут? А, походу, сюрприз заказываешь и вылетает какая-то из таких вот игрушек. Неплохо придумали. Я думаю, что мы тут еще роботов всяким посмотрим. Ну и копяется, это какой-то огромный маркет здесь. Так. Ну, нам желательно на улицу выйти. Пока не хочется по магазинам ходить. Шматье, рюкзаки. Так, вот выход в город. Пойдемте посмотрим, что там в городе. 99,9% китайцев здесь ходят в масках. Исключительно в масках. О, я бы что-нибудь съел. Так. Что мы тут продаем? Всякую шляпу, орехи какие-то. Колбасы. Смотрим. Бекон. Любят они всякое жареное, острое. Кстати, вот надо будет домой обязательно чай купить и какие-то сладости. Я вообще обожаю китайские чаи. Они, на мой взгляд, являются самыми прекрасными. Так. 128 йен стоит вот такой вот набор сашими. Из салмана это получается. Сейчас я прикину, это получается. Ну, сколько? Так. Мне дали 600. По-моему, 600. В общем, я сейчас не посчитаю. 58. Я думаю, что надо сначала прикинуть, сколько у меня вообще денег. И хочется сразу переводить это все в доллар, чтобы понимать, переплачиваешь ты или нет. Вау. Я попадаю в какой-то мультик. Так. У меня 1, 2, 3, 4, 5. То есть мне дали 637 йен за 100 долларов. Получается, 1 доллар это где-то 6 йен. Да? Да. Получается, что 5 долларов стоит такая пачка роллов, которую мы видим. Я до сих пор не вышел из этого лабиринта. Еще попал в более широкий спектр еды. Но я думаю, это означает, что надо где-то припесть. Супы. Вот супы я поем. Супы это вещь. Так. 6,5. 72 йены. 10 долларов суп, что ли, стоит. 68. 6,5. И мне главное, что... Вот как я объясню, чтобы она не острая не сделала? Пельмешки. Есть пельмешки. Есть вот такие вот зажарки. То есть ты кушаешь, как вот в корейских ресторанах. Надо что-нибудь придумать. Так, hot and sore beef. Hot and sore shrimp. Pot fish sliced. Ты можешь пельмени просто нажраться уже. Dumplex with curry fresh meat. Vegetable. Fresh shrimps. Так. Так. Вот это выглядит симпотно. Шрим. Chinese cheese. Eggs. Или же fresh meat. Dumplex with fresh meat. Yeah, one. Yes? Over here? Okay. Thank you. Так. Надо получить немножко китайский. Сейчас. Сейчас. Где мой translate? Так. Thank you. Секси. Ще щень. Спасибо. Ще щень. Так. Мне набили горячей... Горячая вода, что ли? Какая-то вода странная. Как бульон какой-то, что ли. Какой-то у них есть напиток такой. Разогревчик такой. Немножко он жирный. Thank you. Good. У тебя есть соус? Кетчуп. Thank you. Ничего не понимает, конечно, ребятки. 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 Ладно, давайте сейчас попробуем просто на вкус. Он еще и горячий. Что-то мне не хочется их сразу есть, но попробуем сейчас соус взять. Сой соус. Привет. Что это такое? Ну вот. Чеснок. Так, сегодня целоваться скину не буду. Ща моя чесночка обахнет. Это я люблю. Все. Сделали борщ. Все. Сделали борщ. Это по-моему острый. Показало, что не будь свиней, придурок. Возьми нормальную тарелку и попробуй. Попробуем, но мне кажется, это адовая смесь. Китайская. Очень боюсь пробовать. Ой. Так, пожалуйста, не смотрите, как я буду сейчас это все пробовать. О, нет. Очень острый. Так, попробуем с помощью Samsung быстро перевести надпись. Что это такое? Так, сканируем. Так, определяем текст. Экстракт текст. Давайте попробуем прочитать, что тут написано. Translate. Translate just once. Так. Проверяем. Не работает так. Сейчас по-другому. Так. Я желаю вам счастливого мяса. О, окей. Ой, хорошо, что у меня жвачка есть. Но, вообще-то, очень вкусно. Реально, китайцы круто готовят пельмени. Он называется Dumplings. Первый зачет китайцы получили. Пельмени были такие вкусные, что один из 12 пельменей решил выскочить с тарелки. Теперь я не буду ничего. Пятнистая такая дербецон. Приехавшая покоряется на тай. Так что сейчас попробуешь найти туалет, чтобы отзвыть соевый соус. Я не знаю, как это получается. Но было реально вкусно. И на это я закрываю просто глаза. Так, хочется уже поскорее выйти на улицу и посмотреть, где мы вообще. По идее, это самый центр-центр Шанхая. И должно быть нереально круто. О, что я там, какой-то известный баскетболист. Питайская звезда. Или это самый длинный чувак? Думаю, что просто известный человек. А, это музей Мадам Тесо, господи. Ладно, мы в музей не будем ходить, потому что у нас в Лос-Анджелесе просто тьма. Тем более я в Голландии был. Мадам Тесо можно? Нет. Ух ты, вот это город. Сразу эти известные City Side Seen автобусы, которые по всему миру вас катают, показывая весь, весь, весь город. Можно, кстати, сесть на такой, да, покататься. Но, поскольку я люблю ходить, наверное, походим больше. Лучше все дела. Так, сейчас попытаемся сориентироваться на основании тех знаний, которые у меня есть. Значит... А, вон башня-то. Ориентир туда. Значит, мы идем в сторону телебашни, смотровой башни, которая известна на весь мир. Рядом с ней есть открывашка, тоже знаменитое здание, на топе которой находится офис Google. Кстати, если вы знаете, в Китае заблокирован Google. Соответственно, все продукты, которые владеет Google, здесь заблокированы, включая YouTube, включая Instagram. Также здесь заблокирован Telegram, у меня просто сообщения никуда не уходят. Вообще, тут очень много всего заблокировано, но WhatsApp вроде работал. Поэтому... Так, нам надо бы не потеряться и запомнить, куда нам потом возвращаться. Неплохо. Сейчас подснимем здесь всю эту историю на мобильник. Да. Пойдем сюда. Попробуем здесь перейти. Так, сейчас заодно посмотрим, кто здесь хозяин. Человек или машина? Так. Вот пешеходный переход. Нет светофоров. Зато есть куча конкурентов. Камеры за нами следят постоянно. Так, мне кажется, вот это очень известная улица, по которой все гуляют. Вот эта известная шопинг улица. Сейчас попробуем на нее тоже перейти. Это странно. Может быть, есть подземный переход? Нам надо на ту сторону. На ту сторону. Ух ты, ну как туда... А, вон переход. Вижу. Телефонная будка. Ух ты. Как давно я не видел этих будок. Уже у каждого по мобильнику. Зачем эти будки нужны? На самом деле очень круто. Проходишь мимо нескольких машин и практически не слышно звука двигателя. То есть, походу, у них здесь все уже электрическое. Вот этот автобус электрический. Основные машины здесь гибридные электрические. Парковая зона. Старбакс. В общем, это похоже на Манхэттен. На Манхэттен. Центральный. Вот у вас парковая зона, где можно погулять. И куча-куча всего. Ждем, в общем, зеленый свет. Представляете, какая чистота. Просто впечатляет. Даже не понимаю, как часто они здесь живут. Собираются, но эффект есть. Красивые таянки. Все. Есть они некрасивые. Сейчас пойдем вдоль дороги. Так. Зеленый? Ну. Будет у нас зеленый сегодня? Сейчас дождемся. Все. Олег. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин